никогда не берите на работу наполненные деньгами иначе в вашей жизни постоянно будут вас преследовать и беды и проблемы и неприятности почему нельзя брать на работу полный кошелек и как правильно вести себя с кошельком далее в этом видео вы знаете кошелек это не только предмет в котором на постоянной основе должны храниться и находиться ваши деньги это еще и очень сильный магнит для них он пропускает через себя потоки денежной энергии эта энергия обладает очень большой силой она способна притянуть в жизнь своего владельца большое количество денежных потоков тем самым обеспечивая человеку достойную жизнь полную эмоций кошельку нужно относиться с должным уважением и есть много народных примет которые связаны непосредственно с его использованием которые проверены временем и далее мы с вами разберемся в том почему же нельзя носить наполненный купюрами кошелек на работу вы каждый день ходите на работу для чего для того чтобы заработать определенную сумму денег которая обеспечит вам на определенном этапе вашей жизни комфортную разнообразную и безбедную жизнь если вы носите при себе кошелек который плотно набит купюрами то это говорит вам и нам о том что вы не нуждаетесь в деньгах у вас нет большой необходимости в них поэтому как бы вы ни старались и что для этого вы не делали любые предпринимаемые вами усилия более того что вы уже имеете вы не сможете заработать или получить а значит не будет изменений в работе движение по карьерной лестнице повышение в зарплате вы не будете получить премии а ваше финансовое положение никогда не вырастет конечно если у вас много денег в кошельке то это не принесет слишком много плохих жизненных перемен вы можете продолжать носить деньги но не надейтесь на то что их станет больше вашей жизни в данном случае речь идет все всего-навсего о том что место для поступления новой денежной энергии занято поэтому и не будет других возможностей для того чтобы вы могли заработать еще больше приумножив то что имеется что же нужно сделать чтобы изменить такое отношение денежной энергии к вам вы хотите привлечь деньги для этого прежде всего загляните в свой кошелек прежде чем будете идти на работу если там сумма денег больше той что вам потребуется в течение дня оставьте в таком случае лишние деньги дома знать наперед конечно вы не можете что вам придется например сегодня потратить деньги но если вашем кошельке будет незначительная сумма денег то это не сможет отразиться на поступление денежной энергии и нужно постоянно контролировать наличие тех сумм что находится в вашем кошельке проделывая это на постоянной основе вы не сможете оттолкнуть от себя денежные потоки и вы не должны нарушать определенные правила пользуясь кошельком кошельке можно и нужно носить хотя бы несколько денежных талисманов которые будут помогать и привлекать деньги вашу жизнь это может быть монета она может быть заговорена вами она может быть старинная либо из какой-то коллекции вы должны выбрать ее интуитивно таком случае она будет притягивать вашу жизнь деньги потому что она уже наделена мощной энергетикой далее счастливая купюра и она может быть любого номинала с вашей первой зарплаты с какой-то большой премии с выгодной сделки или купюра которая содержит в своем серийном номере денежные цифры 98 или 7 денежная купюра с необычайно сильной энергетикой должно содержать эти цифры в большем количестве чем больше и будет тем лучше например 2 восьмерки 3 восьмерки 4 восьмерки уделяйте банкнотом особое внимание когда вы их получаете при какой-то сделке или например при первой зарплате люди еще с давних времен заметили что бабу вы имеют большую денежную энергетику и с легкостью способны притягивать денежную энергию в большем количестве которая и способна приумножить богатство привлечь удачу а также поможет вам без особого усилия достичь желаемого успеха и увеличить свой достаток поэтому носите для этого в своем кошельке один или два бобовых это поможет вам усилить его энергетику далее четырехлистный клевер знаете это растение которое способно помочь вам привлечь благополучие счастья удачу а также нужное вам количество денег листочек нужно обязательно подготовить высушив его на солнышке положить в отдельный карманчик либо потайное место в кошельке так что вот так чтобы он не попадался на глаза посторонним людям которые увидев его могут перепрыть перекрыть доступ нужных вам энергии в кошелек а также чтобы он не соприкасался с монетами и купюрами также это может быть и связка из китайских монет это денежный амулет силу которого можно увеличить если вы создадите его своими руками для этого вам понадобится красная нить и три монеты желтого цвета самого большого номинала с дырочками свяжите их между собой красной нитью чтобы таким образом образовать круг таким образом вы запустите денежную энергию беспрерывное действие когда вы будете связывать обязательно скажите такие слова денежные монеты между собой связываю в помощи к себе призываю денежную энергию в большем количестве привлекаю беспрерывный цикл ее запускаю деньги будут привлекать и мою жизнь ними наполнять чем эмоции счастья вызывать ваш кошелек никогда после проделанного не будет пустым палочка корицы она также способна притягивать светлая энергия а ее аромат способен притягивать денежные потоки если у вас нет палочки корицы используйте эфирное масло корицы листочек мяты вы также можете использовать или как вариант можете капнуть 3 капельки эфирного масла на кусочек зеленой ткани это будет способствовать регулярному денежному потоку как бы странное это не выглядело но кусочек кончика корня хрена желудь дума корочка апельсин на именно это способно притягивать благополучие а также денежную энергию в большем количестве также вы можете нарисовать в недоступном для посторонних глаз месте вашем кошельке знак бесконечности энергия денег благодаря этому сможет усилиться в разы этот знак имеет очень большую силу и он способен притянуть потоки денежных энергий и успех а также приумножить все то что у вас есть вашей жизни часто люди не задумываясь кладут свой кошелек посторонние предметы которые перекрывают доступ денежной энергии в него не нужно забывать что все предметы наделены своей энергией в данном случае энергия этих предметов начнет переплетаться с энергии денег что будут мешать ей и блокировать поступление денежных потоков чтобы этого не произошло и вы потом не жалели о последствиях никогда не кладите в кошелек следующие предметы многие любят носить в кошельке фотографии близких людей и вот здесь многие допускают большую ошибку которая не только лишает денег но и притягивает к близким проблемы различного рода фотографиям близких людей место в альбоме но никак не вашем кошельке не стоит обижать и мешать денежной энергии внимание должно быть при открытии кошельку уделяться только ей а никому другому а также если ваш кошелек попадет купюра с негативом она быстро передастся человеку который изображен на фотографии чем принесет ему значительные значительный вред смешавшись с его энергетикой на фотографии сделав покупки чеки от про отправляйте в другое место если вы проводите практике по чеки вы сжигаете тогда их собираете в каком-то определенном месте то ли это конвертик может быть это может быть какой-то сундучок и потом время от времени в определенные волшебные дни сжигайте или вы сделали покупки вы не собираете чеки в таком случае отправляйте контейнер для мусора но ни в коем случае не ваш кошелек хранение чеков может указывать на то что данный человек скупой что ему трудно расставаться с деньгами а деньги не любят скупых людей их нужно тратить так чтобы получить от них удовольствие испытывая в этот момент счастья и только тогда они будут приходить и будут приходить новые и новые денежные суммы разного рода билетики записочки с адресами аптечные рецепты они будут только засорять ваш кошелек а мусор и деньги их энергии несовместимы никогда не должны между собой переплетаться так как это может привести вас к бедности и полнейшему отсутствию денег так как денежная энергия не захочет жить в таком кошельке не стоит хранить купюры с надписями сделанными кошельком ручкой которые попали к вам так как вы не можете знать какие цели преследовал человек который сделал это также если они надорваны или не заклеены их нужно тратить раньше других купюр все перечисленное о чем мы поговорили ранее в этом видео указывает на то что у человека нет уважения к деньгам поэтому не стоит ждать от них просто другого отношения к вам они ответят вам тем же денежная энергия будет задерживаться и приумножаться только у тех людей которые действительно к ней относятся бережно что же еще не желательно чтобы было в кошельке к этому относятся пустота кошельке всегда должны находиться деньги хотя бы какая-то незначительная сумма заговоренную купюру вообще и не при каких обстоятельствах нельзя тратить беспорядок купюры и монеты должны должны находиться у вас перемешку у каждого из них должно быть свое отделение нет места и скомканным купюрам их обязательно нужно перед тем как в кашу помещать в кошелек разравнивать деньги в нем обязательно должны лежать так чтобы когда вы открываете кошелек они видели лицевую сторону сторону купюр складывать их также нужно по возрастанию от мелкий купюр крупным такой порядок размещения будут способствовать тому что ваши доходы будут приумножаться деньги принадлежащие разным странам не должны храниться вместе дабы не смешивались их энергии ваш кошелек для того чтобы соблюдать эти правила поэтому ваш кошелек должен быть и большим и вместительным чтобы деньги у вас водились расставайтесь с ними без сожаления у денег должен быть свой определенный круговорот они не должны залеживаться иначе получается энергетический застой а делая покупки не забывайте и о благотворительности пусть хотя бы незначительную сумму но отдавайте помогает тем кто на данный момент действительно в них нуждается вы должны всегда помните о том что деньги любят уважительное отношение к себе они не будут водиться у тех кто к ним и кошельку будут относиться пренебрежительно а чтобы всегда они были у вас воспользуйтесь вышесказанными советами рекомендациями которые передавались из поколения в нашими предками благодаря этому ваш кошелек никогда не будет пустым а вы всегда будете жить в изобилии и достатке помните друзья об этих простых правилах они очень важны но многие их игнорируют особенно когда они спешат например рассчитываясь в магазине и все купюры быстренько быстренько отправляют свой кошелек или бывает такая ситуация что ввиду нехватки времени человек тоже быстренько собирается сложить все свои деньги по карманам в кошельке и не обращает внимание что ему дали рваные грязные купюры таком случае попросите продавца чтобы он вам обменял на нормальные купюры зачем вам нести в свой кошелек вот эту грязь вот эту неорганизованность этого не должно быть потому что вы изначально продавцу дали нормальную купюру платежеспособную купюру чистенькую красивенькую значит вы и обратно должны получить сдачи такими же красивенькими купюрами уважайте себя и уважайте всегда денежную купюру друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация будет полезной и важно прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника друзья это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите там много полезной важной нужно интересной информации мы всем желаем всех благ и услышимся с вами уже в следующем видео